Поговорим о подрастающем поколении в искусстве. В Верхней Волге назвали имена получателей ежемесячных именных стипендий и премий губернатора Тверской области. Среди них студентка Тверского колледжа культуры имени Львова Анастасия Быкова. С ней пообщалась Наталья Чекет. В семье Анастасии Быковой все занимаются музыкой. Кто-то играет на инструментах, кто-то поет. Поэтому первый раз на сцену девушка вышла еще в детстве, в возрасте двух с половиной лет. После этого у меня были такие эмоции. Я вышла со сцены, все ко мне подбежали со мной фотографироваться. Я такая... И все, я пришла домой и говорю, мама, я хочу петь. Все. Ну, я все, пою. Анастасия учится в Тверском колледже культуры имени Львова на четвертом курсе на отделении музыкального искусства и эстрады. В этом году девушка решила попробовать побороться за губернаторскую стипендию. И у нее получилось. На вопрос, что для нее важно в пении, говорит, что главное дарить эмоции зрителям и в ответ получать их. А также получать удовольствие от всего процесса исполнения композиции. Кроме учебы в колледже, девушка выступает вместе со своим братом в группе «Витамин В» и помогает в написании авторских песен. Я в основном... Ну, не прям я пишу песни. Я помогаю больше брату Илье. Он накидывает идеи, накидывает какие-то наброски. Я смотрю и там уже говорю, так, давай вот здесь поменяем, здесь поменяем. Или мне все нравится. Вот. И свое петь ответственнее и трепетнее. В репертуаре Анастасии Быковой разные композиции. Как рассказывает ее нынешний педагог по вокалу Наталья Куликова, Настя готовая артистка. Сейчас девушка вместе с педагогом работает над вокальным дизайном в исполнении песен. Когда берешь песню, известную песню, да, и хочется сделать какое-то свое прочтение, то есть где-то добавить какие-то приемы вокальные, там, может быть, немножечко мелодию чуть-чуть изменить. То есть чтобы это было собственное прочтение, более интересное какое-то, вот внести что-то свое в песню и какую-то эмоциональную составляющую свою. Вот это очень интересный такой захватывающий процесс. Насте это нравится, мне это тем более нравится. Свою дальнейшую жизнь Анастасия видит только связанной с творчеством. После окончания колледжа девушка планирует продолжить заниматься и получать образование в музыкальной сфере. Хочется поступать, конечно же, но пока что ничего такого прям сильно определенного нет. Но надеюсь, надеюсь, что все получится. А даренных детей ценят не только педагоги и родители, их успехи поощряют и на региональном уровне. В этом году принято решение повысить размер денежного поощрения талантливой молодежи. Такое поручение губернатор Тверской области Игорь Руденя дал региональному министерству культуры. Развитие талантов – это труд, к этому необходимо прилагать усилия. Ребята, которые добиваются успехов, молодцы и стараются. Правительство должно мотивировать их не останавливаться на достигнутом, подчеркнул губернатор Игорь Руденя. Ежегодно стипендии и премии главы региона получают 110 молодых дарований в возрасте от 10 до 25 лет.